Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Чудом остался в живых. В Самаре из окна восьмого этажа выпал ребенок. Самарский эксперимент. В шести школах областного центра введут стандарт среднего общего образования. В Самаре завершается подготовка к зиме. Во время летнего ремонта теплосетей устранены сотни выявленных повреждений. Не доглядели. В Октябрьском районе из окна восьмого этажа выпала четырехлетняя девочка. Родители кормили на кухне годовалого ребенка, а старший остался один в комнате. Залез на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Сейчас девочка находится в реанимации больницы Середавина. Врачи пытаются сохранить ей жизнь. В Самарской области с мая из окон выпало 26 детей. 23 получили травмы различной степени тяжести, трое погибли. По каждому происшествию проводится проверка и оцениваются действия родителей. В зависимости от результатов им может грозить административный штраф. По каждому факту выпадения ребенка проводится проверка сотрудниками полиции, а также сотрудниками отдела опеки. По результатам этих проверок дается принципиальная оценка и условиям содержания ребенка, а также действиям родителей. То есть, где родители находились в этот момент, почему окно оказался открытый, почему ребенок остался без присмотра. К началу учебного года готовой 1 сентября в регионе зоопарты сядут 325 тысяч школьников. По каким методикам будут обучать детей, озвучили на традиционной конференции работники образования. В областном педсовете участвовала и замминистра образования и науки России Татьяна Синюгина. В этом году в шести самарских школах стартует эксперимент по введению стандартов среднего общего образования. С конференции репортаж Олега Зверева. Астрономия возвращается в школу, причем неформально, а как возможность проявить педагогическое творчество и мастерство. Об этом говорили на областной конференции работников образования в Самаре. Ежегодно традиционный педсовет проводится перед началом учебного года. В зале собрались руководители половины образовательных учреждений региона. Вторая половина будет заседать в Тольятти. Самарская область показывает хорошие результаты по аттестации и участию школьников в предметных олимпиадах. Замминистра образования и науки страны Татьяна Синюгина назвала систему управления эффективной. Тем, кто сделал профессиональный выбор в пользу воспитания и обучения школьников, необходимо дать зеленую улицу, создавая комфортные условия для работы и оказывая методическую помощь. Наш молодой коллега, который выступал здесь, победитель конкурса педагогический дебют, сказала очень правильную вещь, что важно, когда тебя понимают и поддерживают. И эта поддержка, выраженная в ежемесячных выплатах и единовременных выплатах, которые есть в Самарской области, молодым учителям, очень ложится в контекст того поручения, которое дано президентам Российской Федерации нам, как отраслевому министерству по предложениям, по выравниванию уровня заработной платы давно работающих педагогов с начинающими, с молодыми. В школу приходят новые программы и методики, но не только технологии и оценки делают человека специалистом. Сегодня необходимо возродить традиции воспитательной работы, чтобы из нынешних школьников вырастали достойные граждане. Тем более, что в Самарской области есть все возможности для самореализации. Местные университеты входят в число лучших в России, а если сравнивать с другими странами, то именно в Самаре можно получить образование по уровню выше, чем где-либо. Между тем, борьба за талантливую молодежь не прекращается. Эту проблему озвучил губернатор. Сегодня зарубежные научные центры начинают переманивать интеллектуалов уже со школьной скамьи. Начинают перетягивать с восьмого, с девятого класса, талантливые петлищики. Перетягиваешь в том числе. Если у тебя в школе, ты заходишь в школе, даже в районном центре, и висит сколько уехал учительский институт. Необходимо создавать условия, чтобы будущее научные светила оставались и делали свои открытия в России. В заключение конференции были вручены награды. Один из лауреатов, Виктор Рябов, президент Самарского землячества в Москве, бывший ректор Куйбышевского педагогического института, один из создателей Московского городского педуниверситета, награжден почетным знаком отличия за заслуги перед Самарской областью. Я, Николай, хочу пожелать вам удачи в организации всех проектов, всех задуманных, которые вы еще получаете сделать. То, что она не сделала, скажем, то, что я на сентябре, на сентябре, это просто уникальное. Но у вас много других, я вам желаю до тысячи успехов. Успехи не за горами. Уже 1 сентября в регионе будет открыта еще одна современная школа, а до конца года начнет работать детский технопарк, который станет отправной точкой для развития детского технического творчества для многих талантливых учеников. Марина Кравцова, Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Вперед лицом, назад спиной 10, остановок по прямой Самарской метро небольшое, но овеяно множество мифов. О них, а также об истории подземки рассказали сотрудники метрополитена на первой экскурсии для детей-инвалидов. Своими впечатлениями ребята поделились с Андреем Горгуленко. Возможность посидеть в кабине машиниста метро, по мнению детей, самая увлекательная часть экскурсии. Здесь много тумблеров, кнопок и рычагов. Ребята, не скрывая восторга, признаются, что им захотелось управлять составом. Мне понравилось в кабине у машиниста. И у меня мама постоянно спрашивает, кем ты хочешь стать. Я все время не знаю. У меня сейчас посетила такая мысль, что мне надо стать водителем метро, машинистом. На экскурсию в депо Самарского метрополитена приехали дети с инвалидностью из Центра социальной помощи Советского района. В Самаре посещение организовали впервые при помощи Всероссийского общества инвалидов. Ребята часто пользуются этим видом транспорта, а потому им особенно интересно было побывать там, куда пассажирам вход запрещен. Ребята у нас стоящие на сопровождении самые разные. Это детки с инвалидностью, с различными заболеваниями, которые посещают наших психологов, наши группы в комплексном центре, летние коррекционные группы. В данном случае это все ребята, желающие, которые захотели прийти на эту экскурсию. На экскурсии ребятам развенчали несколько мифов. Главное из них, что в ходовых рельсах есть ток. На самом деле он возникает только при соединении специальной лапки поезда и бокового контактного рельса. Также детям рассказали о законсервированной станции Крылья Советов, которая в первоначальном плане строительства метро была конечной. Еще много нового ребята узнали о ремонте состава, с чего начинается смена машиниста и где роют новые станции Самарского метро. Для сотрудников метрополитена всегда особая радость делиться интересными фактами. А для ребят это все новое, интересное. И то, что именно узнали они в первую очередь это от нас, от метрополитена, это даже чем-то, ну, какую-то гордость испытываешь, что именно вот эту информацию какую-то, что они потом будут общаться со своими сверстниками, и они им будут рассказывать, что вот про это, про то. И скажут, да нет, мы были, видели, на самом деле это вот так. Это даже очень приятно. Экскурсии в депо не в новинку, но в основном в цех приводят взрослых студентов или школьников старших классов. А вот ребята из младших были впервые. И судя по восторженной реакции детей, этот опыт будет далеко не последним. Андрей Вергуленко, Василий Колдашов. События. Самара готова к зиме на 75%. Об этом сообщили на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Только тепловые сети летом устранили больше тысячи повреждений, которые появились в результате гидроиспытаний. В работе еще 111 участков. По готовности жилого фонда в отстающих железнодорожные, промышленные и самарские районы. Дома культуры, спортивные объекты, школы и детские сады готовы к отопительному сезону на 70%. Чтобы полностью завершить все работы, у специалистов остается несколько недель. Все должно быть готово 15 сентября, значит, срок окончания подготовки городского хозяйства к зиме. Поэтому, значит, все службы на сегодняшний день работают, штабы проводятся еженедельно. Сегодня администрация Самары опровергла информацию, которая появилась в блоге Михаила Матвеева 15 августа. В живом журнале депутата Самарской губернской думы был размещен материал под заголовком «Все в порядке в администрации Самары обыски». Как заявляют городские власти, сведения, размещенные во второй части публикации, касающиеся администрации Самары и ее отдельных сотрудников, являются заведомо недостоверными. Носит клеветнический и оскорбительный характер. С учетом того, что распространение такой информации негативно влияет на репутацию администрации города и должностных лиц, депутату Самарской губернской думы Михаилу Матвееву направлено официальное письмо с требованием удаления порочащей информации из сети интернет и принесения публичных извинений. В случае невыполнения указанных требований, городские власти намерены обратиться в суд с иском о защите деловой репутации. А теперь коротко о других темах дня. В Новокуйбышевске при строительстве Триумфальной арки едва не погиб рабочий. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло во время проведения работ по установке барельефа Знамя Победы на арку на Кольце Победы Держинского. Как рассказывают очевидцы, все случилось при подъеме барельефа краном. Внезапно разогнулись крюки, удерживающие массивный элемент, вес которого около 700 килограмм. Рабочего госпитализировали. Мужчина в коме. Сейчас он в реанимации. В Красноярском районе Самарской области задержан 31-летний житель Самары, собиравшийся сбыть почти 2 килограмма синтетического наркотика. Ночью в лесопосадке у автодороги М5 «Урал» мужчина пытался достать из выкопанного в земле тайника 4 свертка с неизвестным порошкообразным веществом. Содержимое пакетов полицейские направили на экспертизу. Выяснилось, что в пакете наркотическое средство «Мефедрон». Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сегодня утром в Самаре на Новосадовой в районе Постникова оврага столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал, но на некоторое время движение трамваев встало. За неделю это уже третья авария с участием трамвая. Во вторник на Новосадовой напротив торгового центра «Захар» экскаватор проломил кабину трамвая, а вечером того же дня трамвай протаранил ДЭУ на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко. Московское шоссе ждет новое перекрытие. Горожан просят заранее выбирать маршрут объезда. В ночь на пятницу на Московском шоссе стартуют работы по переносу коммуникаций, в связи с чем там ограничат движение транспорта. На время проведения работ будет перекрыта часть Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской. В России могут появиться внутренние биометрические паспорта и водительские удостоверения. Предполагается, что они будут содержать микросхему с биометрическими данными и электронной подписью владельца. Сейчас активно идет разработка документов, которые могли бы использоваться как внутренний паспорт. Кроме того, разрабатывается водительское удостоверение, также содержащее микросхему. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. 63-й под особым контролем. С рабочим визитом регион посетил замминистра строительства России. Комплексный подход. В октябре закончится ремонт улицы Галактионовская. Самара возрождает спортивные традиции. В воскресенье стартует первый открытый легкоатлетический марафон Кубок главы города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин